Сегодня патриотический марафон объединил на Марийской земле историков, архивистов, артистов и небезразличных людей. Всех, кто изучал подвиг поволжских народов в годы войны. Во время подготовки и проведения марафона стали известны многие факты о трудовом подвиге. В Госархиве Республики Мариэл прошла конференция, а в Театре оперы и балета постановка «Сурский рубеж». Подробности в репортаже Татьяны Молоковой и Юрия Маркова. Архивисты, историки, преподаватели высших учебных заведений, научные сотрудники обсудили результаты исследований подвига тружеников тыла, жителей Поволжья в условиях военного времени. Строительство в районе всех рубежей в Телу стало одной из героических страниц Великой Отечественной войны, объединяющей жителей наших соседних республик и областей в этой грандиозной по своим масштабам и сложности работе. В Республике Мариэл ведется большая работа по увековечиванию памятники тружеников тыла. В Чувашии эту тему глубоко изучают с 2021 года. На примере личной истории каждой семьи прослеживается история всей страны. Только так можно воспитать настоящих патриотов, отметила депутат Госдумы Алла Салаева. Сегодня, когда нашей стране угрожают, когда наши мужчины защищают границы и борются с неофашизмом, опять нашим детям необходимо на личных историях показать, как трудились их бабушки в 40-градусный мороз, помогая своим мужьям на передовой, на фронте. Межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы» в Вишкороле – продолжение цикла мероприятий, которые прошли в Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Уфеи, Нижнем Новгороде, Госдуме и в Совете Федерации. В мероприятиях марафона приняли участие более 14 тысяч человек. В эту работу вовлечены архивы, абсолютно все архивы. Поднимается пласт документов, которые до определенного периода были засекречены. Ведь известно, что фотографировать было не разрешено. Видеосъемки не разрешалось проводить, поэтому очень сложно было воссоздавать, поднимать этот пласт материалов. Председатель Союза женщин Чуваши Наталья Николаева рассказала, как собирали материал, общались с бабушками, которые в своей молодости работали на рубежах. Наталья Николаева отметила, что уже есть идея расширить и мемориал, и продолжить марафон. Это не конец. Это действительно рубежи Победы присутствуют на территории всех, практически всей территории России. Поэтому это будет разрастаться. И очень, наверное, радостно, что первым мемориалом, который стал строителем безмолвных рубежей, это именно как раз территория нашей республики. И у нас даже была такая идея, там, знаете, у нас есть несколько камней, которые показывают состоятельность муниципалитетов. И нам очень хотелось, чтобы к нашему мемориалу присоединились вообще все оборонительные сооружения страны. В Марийском государственном театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие. Главы Чуваши и мемориал отметили вклад советского народа в Великую Победу, а также наградили современников, которые изучали подвиг предков. То мужество и оплава, проявленное нашими предками в тылу, несомненно, обеспечивало огромнейший вклад в дело достижения победы. А самое главное, вот личнее, чем больше погружаюсь в эти страницы истории, чем больше изучаю отношения людей к своему делу, тем больше, с одной стороны, удивляюсь, с другой стороны, вдохновляюсь. Потому что то, что они пережили, то, что они створили за эти короткий срок, несомненно, для нас является не просто примером, а доказательством того, что все возможно. После торжественной части жители Ешкаралы увидели постановку оперы «Сурский рубеж» Чувашского государственного театра оперы и балета. А в фойе театра была представлена выставка «Рубежи Победы». Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика.